Это сенсация! В Кировской области нашли целый, прекрасно сохранившийся скелет мамонта. Как проходила экспедиция и куда отправили находку. Об этом я не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Давище». Меня зовут Дмитрий Ижитарчук. Здравствуйте. Пытался нажиться на орденах и медалях. Кировчанина задержали на таможне при попытке вывести за границу контрабанду. Сколько государственных наград хотел продать мужчина. В очереди несколько часов. Кировчане вынуждены стоять на улице, чтобы получить транспортную карту. Что сделали власти, чтобы улучшить ситуацию и почему общественники говорят, что этого недостаточно. В другой город на самолете. В Победилово утверждают, пассажиропоток в этом году вырос. Куда чаще всего летают кировчане. Летний отдых не для всех. Лишь 44% россиян могут похвастаться тем, что были в отпуске этим летом. А удалось ли отдохнуть кировчанам и как они провели это лето? Серьезная авария в Амутнинском районе. Во вторник около шести вечера на федеральной трассе Кострома-Шарья-Кировпермь на встречке столкнулись ГАЗ и КАМАЗ. В результате происшествия 39-летний водитель автомобиля ГАЗ погиб. Еще два человека получили травмы. Это 28-летний водитель КАМАЗа и 35-летняя женщина-пассажир ГАЗа. ДТП с большегрузами зарегистрированы и в других районах области. Около шести утра в Белохолунинском районе не справился с управлением водитель Скани. Мужчина получил травмы. А около половины 11 утра в Тужинском районе опрокинулся автомобиль Вольво. Водитель травмирован. Всего за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло шесть ДТП, в которых один человек погиб и семеро получили травмы. Кировчанин собирался вывезти за границу более 400 боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны. Правда, попытка не увенчалась успехом. На таможне мужчину задержали с поличным. А во время обыска у него дома также были обнаружены подготовительные к контрабандному вывозу государственные награды. По данному факту в отношении Кировчанина возбуждены и расследованы уголовные дела. Судом ему назначено наказание в виде штрафа. Ордена и медали у подсудимого изъяты. Приговор суда вступил в законную силу. Как сообщили в пресс-службе УФСБ, по Кировской области в настоящее время проводятся мероприятия по возвращению изъятых государственных наград участникам Великой Отечественной войны и их родственникам. А вот 18-летний Кировчанин, которого задержали на днях, утверждает, что не знал, что он занимается преступной деятельностью. Молодой человек пытался заработать, принимая участие в мошеннической схеме. Он приезжал к пожилым людям, которым предварительно звонили аферисты и забирал у них деньги. К примеру, жительница Ленгасова после сообщения о том, что ее дочь попала в беду, передала курьеру 1 миллион 200 тысяч рублей. Другая Кировчанка лишилась 600 тысяч. Поймали подозреваемого в Нижнем Новгороде, где он пытался скрыться от правосудия. На допросе молодой человек извинялся перед потерпевшими и заявлял, что просто пытался подзаработать. Деньги, полученные от пенсионеров, он отправлял по реквизитам работодателя, а себе оставлял 5% от суммы. Доход, по его словам, составил 100 тысяч рублей. Кто последний за картой? Кировчане жалуются в соцсетях на плохую работу центральной диспетчерской службы. Чтобы получить универсальную школьную карту для оплаты питания и проезда, людям приходится стоять в очереди на улице по 3 часа. Все из-за повышенного спроса в начале учебного года, так как не все обратились за электронными проездными заранее, пояснили в ЦДС. Также в службе рассказали, оформить школьную транспортную карту можно во всех работающих окнах. Чтобы уменьшить очереди, сотрудники обходят посетителей и сразу их консультируют. Но этого недостаточно. Решить проблему очередей могли бы многофункциональные центры и новые офисы ЦДС, считает член общественного совета при Ространснадзоре Денис Перлок. Буквально два года назад финансирование центральной диспетчерской службы за счет перевозчиков увеличили более чем на 15 миллионов рублей в год. Ответственно, куда идут эти средства, мне непонятно. Давно можно было бы открыть дополнительные офисы, организовать продажу или обмен транспортных карт в каждом микрорайоне города хотя бы накануне 1 сентября. То есть за две недели до 1 сентября и в течение двух недель после 1 сентября. В Кировской области нашли скелет мамонта. На днях сотрудники палеонтологического музея извлекли кости из реки Вятки в районе поселка Лебяжье. Ученым и местным жителям пришлось провести выходные практически по пояс в воде. Зато результат того стоил. По словам исследователей, скелет древнего гиганта отлично сохранился и такой находки в Кировской области не было давно. Это даже можно назвать небольшой сенсацией, говорят сотрудники музея. Причем бедро этого мамонта было обнаружено в реке еще в прошлом году, а теперь удалось найти и извлечь из воды и другие кости. Скелет отправлен в лабораторию, теперь ученым предстоит выяснить возраст и пол мамонта, а также другие интересные детали. Путешествия на самолете пользуются у кировчан спросом. Количество пассажиров воздушного транспорта в этом году выросло, сообщают в аэропорту Победилово. Там подвели итоги работы за 8 месяцев 2023 года. Всего с января по август воздушная гавань обслужила более 290 тысяч человек. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отмечают в аэропорту, рост пассажиропотока связан с увеличением количества рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Самое популярное направление – столица. В Москву и обратно с начала года слетали почти 140 тысяч человек. На втором месте по числу пассажиров – Санкт-Петербург. Напомним, также на данный момент из аэропорта Победилово можно улететь в Нарьян-Мар и Казань. Примерно 44% россиян отдохнули этим летом. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети ВКонтакте. В опросе приняли участие более 5 тысяч человек. 17% респондентов еще только запланировали отпуск, а вот почти 40% россиян вообще не собираются устраивать себе каникулы. Поездка на море – самый популярный и востребованный вид отпуска. Летом этого года большинство опрошенных отдыхали на российских пляжах. Чуть больше 20% россиян провели отпуск в различных российских городах. Как и где отдохнули кировчане – тема нашего сегодняшнего опроса. Вы уже можете голосовать и оставлять свое мнение в нашей группе «Девятка ТВ Киров» ВКонтакте. Итоги подведем в вечерние выпуски Давича в 19.00. Не пропустите. А вот что отвечали прохожие на улицах, узнаем прямо сейчас в традиционном мобильном опросе. Были у вас отпуск в этом году? Да. А как провели? Поделитесь. Вообще прекрасно. Ремонт делала. Что еще делала? Отдыхала. Делала, что хочу. Был ли у вас отпуск в этом году? Нет. Похали на море, на дачу. Мы сейчас смотрели столько набережных, начиная с Хабаровска и вот до сам. Все Красноярска, Иркутские набережные на всех великих реках побывали. Ну и здесь у вас посмотрели, все достаточно интересно. Нет. А почему? Потому что работала. А вот как считаете, нужно отдыхать все-таки? Да. А где, в городе или куда-то уехать? Уехать. А вот вы куда бы уехали, если была такая возможность? Деревню. Вот приехали в Киров. А вы откуда? Из Токкара. Как вам Киров? Отличный, небольшой, милый, уютный городок. На работе. На работе? Да. И не отдыхали нигде? Нет, у меня отпуск еще предстоит. А как проведете отпуск? Есть какие-то планы уже? Нет, пока нет еще. А вот вы что бы выбрали? Город или деревню для отдыха? Наверное, город. Сначала на юге, а потом на севере. Мы сначала были в Геленджике, потом были в Кисловодске, в Элисте, Пятигорск, Эльбрус. Эльбрус, да. Эльбрус, чисто канадка. А потом мы поехали на Алтай. В Алтай, в горы ходить, бродить на коняшках. Да, такое у нас активное лето было. А я напомню, оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. Пишите, присылайте видео, номер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды, а после программу «Объясняй популярно». У меня на этом все. В студии работал Дмитрий Житарчук. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok